Начало второго в нашем городе. Добрый день, я Владимир Сметанин. Приветствую сразу же человека, чьё особое мнение мы сегодня будем слушать. Общественный деятель Виталий Брам. Виталий, приветствую тебя. Добрый день, дорогие. Слушай, я сейчас изменил своё мнение. Мы с тобой запланировали говорить об очень серьёзных вещах. А может, ну его, ну его. Погода хорошая, лето жарко. Давай о женщинах говорить. Женщины очень красивые. О том, как они украшают нашу жизнь. Но не все, конечно, к сожалению. Есть женщины, от которых только одни беды. Например. Я не на своём опыте. Я читал о таких. Я читал о таких и слышал о таких. Ну, всегда же. Это как испытание уже воспринимать, наверное. То есть, как бы, приходят бесы. В том числе, через женщин. Приходят испытания. Ладно. Раз уж будем говорить о бесах. О, про них-то можно долго говорить. Да, будем говорить. Да. Перед началом общения я напоминаю слушателям, что вы можете задать вопрос гостю особого мнения с помощью специальной формы на сайте kirova.ru И ещё раз заостряю ваше внимание на том, что если вы любите читать, вернее, предпочитаете читать в интернете, нежели смотреть и слушать, то милости прошу на сайтах ekirova.ru. Там с недавних пор есть расшифровки особых мнений. Очень удобно. Пожалуйста. Итак, новость, которая появилась накануне, с неё начинаем. Новость, которую кировские СМИ, как бы, прям так написано, да, на многих сайтах, которую с нетерпением ждали многие кировчане, вот прям с нетерпением. Что касается меня, я не то чтобы с нетерпением её ждал, но я надеялся, что однажды это произойдёт. В общем, речь о чём? В свой профессиональный праздник, 25 июля накануне, день сотрудника органов следствия Российской Федерации, Следственное управление Следственного комитета по Кировской области объявило о возбуждении уголовного дела, далее цитата, «по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы». И так далее, и так далее. Мы чуть позже будем разбирать подробно это заявление следователей. Почему сейчас, напоминаю, с Виталием Бровым мы начинаем обсуждать эту тему. Виталий один из самых активных, а может быть, самый активный в этом плане человек, который с момента начала этой истории с парком Победы, я имею в виду продажу земли за 338 тысяч, Виталий говорил, да вы что творите? Всех активнее. Ироды. Всех активнее. И было, и было, и остается. И писал, и говорит, и так далее. Подожди, да, хочу начать все-таки с такого вопроса. Я накануне почитал популярные кировские паблики, где, естественно, эта новость появилась. Анонимная. Ну, анонимная, да. И люди начинают комментировать и высказываться, и вот на чем я остановился. Немало сообщений, немало, в общем-то, сообщений о том, что дело ничем не закончится. Вот возбудили дело, а потом оно, ну, возможно, развалится или закроется в виду, там же написано, не установленные лица, да? Вот их не установят, и все. И дело на этом закончится. Давай с твоего мнения по этому поводу. Все-таки мы придем к тому, что будут конкретные люди обозначены, в отношении них, собственно, предъявлены обвинения будут и так далее. И, ну, судом это дело должно, в общем-то, закончиться, да? Ну, конечно. Ну, как должно. Вот твое мнение. В любом случае, хотелось бы верить, что дело закончится в пользу города, в пользу горожан, что засранцы будут наказаны, что муниципальная собственность, которая была нагло украдена, будет возвращена и будет использоваться на благо города и населения. То есть, ты имеешь в виду о возврате вообще в собственность города, да? Да. То есть, в это хочется верить. И я в это лично, я в это верю. Есть там часть людей, которые считают, что ни к чему это дело уголовное не приведет. То есть, такие люди там также есть. Ну, мы видим сейчас официальный пресс-релиз от Следственного комитета, да? Который вчера он благополучно всем заслал, выложил все на сайте, мы его все прочитали. Очень так странно, конечно, сформулировано все. Сейчас мы к этому перейдем. Тем не менее... Странно, но это такой язык. Это такой язык. Язык. Ведомство, да. И все прекрасно. Я думаю, что правоохранители Следственного комитета, ФСБ, которые, я думаю, там где-то рядом, безусловно, и смогут все сделать правильно и хорошо. То есть, мы в них верим. Вот они нас здесь слушают. Мы в вас верим, ребята. И надеемся, и весь город скажет вам огромное спасибо за то, что вы вернули землю в город и наказали этих негодяев. Хорошо. Вот это безусловно. Хорошо, давайте... Я думаю, что есть там поддержка. Все-таки уровень очень большой. Мы понимаем, что здесь замешан бывший глава города, который ныне занимает пост прицелковым ЗАГС, главы партии «Единая Россия». То есть, мы понимаем, что уровень довольно высокий. И вряд ли бы вот такие действия, они бы шли без отмашки из Федерального центра. Я так думаю. Я думаю, что отмашка есть. Расследование в этом? Расследование даже в этом. Завязавшееся, да? Ведь его же не было год назад, такого главного дела. Слухи ходили последний месяц-два о том, что есть уголовное дело. Ну, и в нашей студии, конечно же, заявлялось об этом. Да, но в Атаноп, они подтвердили слухи идеи. Подтвердили. И это радует. Хорошо, давайте теперь попытаемся проанализировать то, что мы получили от следственного управления. Это официальное сообщение третьим отделам по расследованию особо важных дел. Вот так уже проникаешься в уважение. Особо важных дел. Очень серьезно люди там сидят и работают. Часть 4 статьи 159. Естественно, это мошенничество. Сотрудниками управления ФСБ по нашему региону установлено, что в период времени с 2007 года по 2015 неустановленные лица действуют по предварительному сговору, совместным согласованным. Тем, кто знаком с уголовным законодательством, предварительный сговор совместно согласован. Это уже означает утягчение всего этого. Как раз, да, статья там не первая уже, последующая часть вернее. Путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове. Вот ты знаешь, меня очень эта формулировка порадовала. Расположенный в парке Победы в городе Кирове. Ты помнишь, сколько было пересудов относится этому парку, не относится? Следователь пишет, расположенный в парке Победы. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав земельный участок представителям одной из строительных организаций города. Ну что ж тут скрывать, это... Киров спецмонтаж. Это господин Миронов. Да. Господин Миронов, вы купили каранель. Мы поселили с ним. Вам не повезло. А вот, кстати, Киров спецмонтаж, по идее, по твоей оценке, ему что-то грозит в этой ситуации? Я думаю, вряд ли, но потому что... Приобретение заведомо незаконным путем, это тоже некие последствия. Ну, я думаю, что нет, потому что все-таки он приобретал, по-моему, в сентябре прошлого года, и на сентябре прошлого года никаких таких дел уголовных не было. Наоборот, было решение суда, которое подтверждало законность изначальной продажи, отчуждение из муниципальной собственности в сторону пользы компании «Экзорс». То есть было решение областного суда, довольно странное решение, но оно было. Поэтому, я думаю, вряд ли что-то грозит Миронову. Наверное. Ну, посмотрим, то есть, как все развернется. Может быть, там грозит, потерей стало 7 миллионов рублей, которые он потратил. На это сейчас кто его знает. 120 миллионов – это сумма покупки. Это сумма покупки. Этих четырех с лишним метров. Перекупки, да. Но мы с тобой говорили до начала, она ведь нигде в официальных бумагах не фигурирует, по большому счету, это вот такие слухи. Это слухи, ну… Но очень достоверные, как что-то говоришь. Ну, да. Виталий, вот этот период, указанный в релизе официальном 2007-2015, что это тебе говорит? Говорит, мне вот все. Вот вся схема, которую я уже разбирал неоднократно и показывал, даже там рисовал таймлапс такой, чтобы было всем понятно, коротко, тезисно. Можно пробежаться, в принципе, что было в 2007-м. Давай напомним, да, я думаю, следует это сделать. Ну, слой начальства 1961-го года, когда было решение о создании парка. Это было решение исполкомом Кировского городского совета. На месте деревни Пархомьево, честь этих людей, наших горожан, которые ушли на фронт, и не вернулись больше. Никто из мужиков не вернулся, поэтому там решили сделать парк. То есть само по себе решение, оно уже такое странное, да, о продаже территории священной земли морской, да, то есть мы все помним, что победа – это подвиг, великий подвиг, да, то есть и вот тут, собственно, генералы творят такой беспредел. Ну, это вот такое время, видимо, такое смутное жие. Вернемся к 2007-му году. В этом году, где-то в июле, был заключен договор аренды от этого участка. Номер один. Ну, уже все-таки тут сейчас идет речь про основной участок, где футбольное поле самое большое, да, то есть и дело, и все прочее. Там был еще второй участок, который благополучно застраивается уже, да, то есть какой-то безумной высоткой, который уже портит вот весь вид, уже выше обелиска с этих сторон. Которую, как видишь, по Ломоносовой, видишь, и такое ощущение, что она прямо в центре где-то стоит. Да, благополучно строит Господин Крутихин, компания ССКА, ну, никакой совести тоже у них нет, безусловно, это нужно, чтобы понимать, ну, те мнения, пока что по ним речи не идет, да, то есть пока что. Вот в 2007-м году был заключен договор аренды участка, где футбольное поле, затем в 2010-м году, про второй участок, давайте все вместе уже говорим, все в комплексе, так сказать, да, в 2010-м году был сдан в аренду второй земельный участок, где сейчас ведется стройка под физкультурно-досуговое учреждение, затем в 2011-м году было решение городской думы об уменьшении зеленых насаждений общего пользования за счет изменения функциональной зоны части парка Победы. То есть была зона рекреационная, я помню, стала общественно-деловая зона, там, С-5, которая подразумевает, в том числе, жилую застройку. Затем, 2012-й год, участок номер 2, изменение разрешенного использования земельным участком, который был сдан в аренду, также точно, по второму участку, по такой же схеме. Затем, в 2012-м же году, изменение разрешенного использования земельным участком номер 1, где футбольное поле на общественно-деловую застройку. Затем, в конце, в середине 2012-го года, в августе месяце, оформление участка номер 2, где строится дом. Я надеюсь, что никто не забудется, кто нас слушает. Но, тем не менее, стоит в комплексе рассматривать, потому что итог очень важен, к которому мы подойдем. То есть оформление в собственность участка, где строится дом компании ССК, это было в августе 2012-го. В 2013-м году параллельная нить пошла. То есть кадастровая стоимость этого участка, номер 1, где футбольное поле, составила 155 миллионов рублей. Вот нужно отметить, запомнить. В 2013-м году. В 2014-м году было выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на участке, где футбольное поле, по которому сейчас уголовное дело открыто. Спортивно-оздоровительный комплекс, это футбольное поле, включая в себя, которое они якобы создали, я напомню, они его обложили бордюром, построили какую-то качель, песочницу, что-то там, еще сделали немножко кривоватые дорожки. Ну, за это им спасибо сделали, но, тем не менее, сделали. Еще раз уточнить, кто это делал? Делала компания, компания, где был в соучредителях сын главы, тогда главы города, Игорь Владимирович Быков. Он был учредителем компании, которая именно занималась возведением строительства этого объекта, по названию строительно-оздоровительный комплекс. В 2014 году, в конце, в декабре, было выдано разрешение на строительство жилого дома компании ССК на участке номер 2, который сейчас уже благополучно, наверное, скоро будет уже сдаваться. Ближе к монтажнику к улице, да. Да, ближе к монтажнику. Там меньше значительный участок, но дом уже возводится. А в 2015 году, вот по этой линии, которую мы называли про катастрофу стоимость, она была опущена до полутора миллионов рублей. Где-то немножко пропустил, вот за этот период, там, она сначала опустилась, по-моему, до 68 миллионов, или до 50, там, в таких пределах. А в 2015 году катастрофу стоимость упала до полутора миллионов рублей. В марте 2015 года пришла продажа земельного участка, где находится футбольное поле, компании «Кзорс». Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения. Да, то есть там учителем является господин Е. Фаркин. Е. Фаркин, кстати, был все это время в советниках господина Быкова. Стоит также это отметить. За 20% от катастрофы стоимости он купил, приобрел этот участок за 338 тысяч рублей. За 4,5 гектара в центре города. Прекрасно. Сделка века. Сделка века, ну, представьте, две цифры. 338 тысяч рублей. Е. Фаркин с Быковым в видеомесяц, да, то есть, по-моему, предположению. Купили этот участок, продали через два года за 120 миллионов рублей. Разница довольно существенная. Такая маржа, ну, которая... Вторая сделка века. Вторая сделка века. Ну, все прекрасно. Бизнес? Бизнес. Ничего личного. Так, 2015 год. Нам сейчас прерваться. Все-таки, я напоминаю, да, что это особое мнение Виталия Брама. Буквально полминуты, и мы продолжим нашу беседу. Итак, история с продажей, неоднократной продажей уже получается, земли в Парке Победы. Почему об этом говорим с Виталием Брамом? Напоминаю, потому что накануне Следственное управление, Следственное комитетом России по Кировской области заявило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество. Итак, 15-й год. Я помню весной, когда 15-го года мы, мы журналисты, я имею в виду, в том числе здесь, в редакции, когда узнали эту сумму, 338 тысячи рублей, и про эту землю, ну, волосы-то, конечно, на голове дыбом встали. И помню, ни один эфир был по этому поводу. Вот мы продолжаем. Да, мы остановились на продаже за 20% оказаться в Ростомесе это участка, за 338 тысячи рублей. Потом, когда мы все узнали, когда общество узнало, когда в СМИ про это рассказывают, с удивлением, что такое произошло, в принципе, кстати, в год 70-летия Победы, продвинутый Парк Победы, да, в 2015-е, естественно, произошло народное такое недовольство. Да, мы собрали людей. Мы рассказали людям. У нас на улицах собирали подписи. В июне пришло порядка 700 человек в Парк Победы. Пришли представители администрации, но собственники пытались там доказать обратно, что все произошло. Я помню, я был там, народный сход, да, и новый собственник заверял, что ничего не будет строиться там, и так далее. Ну, не обманул, просто продал. Обманул, кстати, заметите. Спасибо, господин Фарк, не обманули. Затем, 30-го июня, когда мы, кстати, в день, когда мы повезли эти подписи, 6 тысяч подписей, собранные на улице города Кирова в Москву, в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента, прокуратура Кировской области признала сделку незаконной. Выстраивала свою позицию на том, что это земля общего пользования, которую нельзя, в принципе, продавать. Я считаю, что позиция это была единственная верная на самом деле в то время. Но вот последствия подала в суд иски, там было порядка 6 или 7 судебных заседаний, то есть сначала районный суд встал на сторону администрации, затем была апелляция в областной суд, который признал сделку незаконной. Это было в декабре 2015 года, это было правильное, верное решение суда, коллегиальное решение суда. Затем, почему-то, спустя 3-4 месяца, уже в 2016 году, весной, касаться на это решение областного суда, суд отменяет свое решение. Довольно странно, то есть суд признал, что он был неправ. Такое крайне редко случается. А повод для... А, касаться это было? Касаться. Касаться. То есть, та сторона, компания экзорсия и администрация, которые очень плотно в суде выступали вместе, было очень смешно смотреть, подали касаться и победили. Затем снова все спустил на районный уровень, районный уровень стал стоя на сторону администрации экзорса, потом областной суд операции также стал на сторону экзорса. Попутно в сентябре 2016 года, после выборов в ЗАГСобрание, которое, как я сейчас помню, примерно на следующий день, по-моему, заехала строительная техника на участок номер 2, который в ближайшие улицы монтажников, где компания соскаков купила и начали строительные работы, которые до сих пор доложаются. Ну и затем основная такая реперная точка это сентябрь 2017 года, когда произошла продажа участка, где футбольное поле, о чем мы сейчас говорим, Никите и Павлу Мироновым, учителем ООО Кирова спецмонтажа. Еще раз напоминаем сумму, которая у нас фигурирует. Сумма, насколько мне известно, сумма продажи была 120 миллионов рублей. Так. Ну и следующая реперная точка, это, в принципе, наверное, вчера, что день, когда следствия комитет высказала, и ФСБ высказались о том, что это же уголовное дело. Спасибо, что возвращаю к официальному сообщению. Достало время зачитать следующий абзац этого текста. В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору муниципальному образованию, был причинен ущерб в особо крупном размере, равном недополученной разнице между 20% объективной кадастровой стоимости земельного участка и необоснованно заниженной выкупной стоимости. Дальше. Сумма присутствует, чтобы было понятно. То есть в размере не менее 9 миллионов рублей. Насколько мы понимаем, ну мы не специалисты, не такие уж, 9 миллионов рублей следователи берут за некую нижнюю планку. Вот как накануне нам пояснял в эфире особого мнения юрист Яныча Батарев, что сумма реально может увеличиваться многократно. И, как сказал Ян Евгеньевич, нолик там можно будет смело добавить, то есть 90 миллионов рублей. Здесь, если вчитываться в эти слова, в эти фразы, мы читаем равном недополученной разнице между 20% объективной, это важное слово, кадастровой стоимости, то есть можно сделать вывод из этого предложения, из этой фразы, что данная кадастровая стоимость, которая была у этого участка, она была необъективной. Я даю такой вывод, да? Не соответствующей рыночным реалиям, да, так скажем? Ну да, то есть стоимость не рыночная, это кадастровая. Рыночная стоимость данного участка, ну, как минимум 120 миллионов рублей, за который был продан, а в реальности, если бы была какая-то аукционность и прочее, она бы поднялась выше 200, а может дошла до 300 миллионов рублей. Ну, это можно предполагать, да? Предполагать, ну, это, в принципе, довольно нормальная стоимость для такого участка в черте города, рядом с парковой территорией и в районе, который, в принципе, активно развивается и устраивается вокруг парковой территории, довольно развивающийся район. То есть, ну, вот мы видим, что четко нам говорят, что необоснованная заниженная выкупная стоимость, то есть 338 тысяч рублей, а это 20% от кадастровой стоимости, которая была в последнем месте необъективной, которую мы делаем, вот такая и складывается история. То есть, если бы была кадастровая стоимость выше этих полутора миллионов, мы говорим про полтора миллиона кадастровой стоимости, а в 13-х год она была 155 миллионов рублей, я думаю, что речь вот про это, потому что если мы 155 миллионов рублей умножим на 20%, то мы получим 31 миллион. Ну да, ладно, следствие разберется, как говорится. Да и так далее. Мы, по-моему, надеемся, упустили очень важный момент, очень важное составляющее звено всей этой цепочки, всей этой истории. А почему именно сейчас-то, собственно, уголовное дело возбуждено? Почему? У меня только одни сведения по данному поводу, я об этом говорила в нашей студии, например, под Аккировскую городскую думу, Владимир Журавлев об этом говорил. Возбуждение уголовного дела стало возможным в связи с формулировкой позиций администрации, что это как раз-таки нанесение ущерба продажи за такие суммы, Я правильно понимаю? Конечно. По твоим сведениям? Ну, я уверен на 100%. Я уверен, что администрация, та новая администрация, был Илья Вячеслав Шульгин, я уверен, что несколько минут назад в нашей студии мы имеем в виду. новая администрация, потому что это все было сделано неправильно. Каким образом там было сделано неправильно? Наверное, с ущербом. Ну, это логично. Если какая-то происходит сделка по продаже муниципальной собственности по настолько низкой цене от выночных реалий, это при условии, что ее можно продать, то это как бы ущерб. Я думаю, что чтобы я назвал ущербом, это действительно там разницу между 120 миллионами и 38 тысячами. Вот эта маржа, которая, она и есть в принципе ущерб. можно в принципе назвать. вот, собственно, история такая. Сейчас нам остается ждать, уповать, поддерживать морально силовиков. Я думаю, что им тоже это важно и приятно, что им люди скажут спасибо огромное. Вот нужно верить. Что остается? Слушая, взглянуть со стороны на всю эту историю, попытаться, смотри, весь город, можно об этом говорить, весь город практически знает сумму продажи, за сколько купили, за сколько продали, знает фамилии людей, которые во всем этом участвовали. Вот и при всем при этом продолжать проворачивать, используя такую термин, вот эти все вещи, это что? Это верх наглости, бесстыдства, глупости или что это, по твоему мнению? Или такая уверенность в том, что никто не заинтересуется и не задаст вопрос? Что происходит? Весь свой период, который Владимир Владимирович Быков провел в городской администрации, был главой города, мэром города, мог влиять на решение Думы, я в этом точно уверен, мог влиять на решение администрации. Я абсолютно уверен на то, что он на это делал, влиял, и только в случае с Парк Победа. Если мы будем смотреть, сколько городской земли за этот период было, каким-то образом уведено куда-то, каким-то образом застроено, то мы ахнем, там сумма ярдами будет осчисляться. Не 9 миллиардами, а миллиардами. И это важно понимать. И, ладно бы, деньги. Так, ну, слушайте, город-то просто, понимаете, он, ну, придрёк на проблемы с этой инфраструктурой, со всей. Ну, невозможно же, там, город функционировать, когда это всё делается, там, делается непродуманно вообще, не рассчитывается ни на нагрузки, ни на сети, и всё прочее, когда всё застраивается, да. Ну, это бред и кошмар. Естественно, мы видим, что на протяжении длинного периода времени при власти этого человека в городе совершались такие необдуманные, кошмарные, коррупционные сделки по отчуждению муниципальной собственности в том числе. И по всем этим странным делам муниципальных предприятий и так далее. То есть, ну, мы понимаем, что у человека была какая-то такая неимомерная крыша где-то, не в Кирове, но которая его от всего спасала, такой зонт волшебный, вот, вот, волшебный такой зонт. Видимо, может, его не стало, да, то есть, может, кто-то был из этих, например, как его, кто у нас там, вышел. Мы вышли дальше. Близится у нас время рекламы, всё-таки до рекламы я хотел бы озвучить последнюю часть абзаца сообщения от следователей. В настоящее время следователи третьего отдела и так далее проводят многочисленные обыски, выемки, изымают документы, допрашивают лиц, обладающие для следствия важной информации. Расследование продолжается, все выясняются ситуации. Вот. Ну, важно сказать, если ставить на место тех людей, у которых сейчас обыски выемки, им, конечно, не позавидуешь. Ну, это работа такая, то есть, они на том месте, где, может быть, они сопровождали, были в курсе, да, то есть, там же все администрации были в курсе, не только весь город знал, но и все администрации подняли это решение, в том числе. Те работники администрации, которые ходили в суд, защищали позицию по отчуждению муниципальной собственности. Вот эта замечательная женщина из юридического отдела администрации. Представительница как раз-таки завода. Завода это отдельно, то есть, была председатель администрации, которая поддерживала решение, говорила, все правильно, никого парка здесь нет. Руководитель департамента муниципальной собственности? Не помню, кто там. Нет, не Мимомедова. Там была из юридического отдела. То есть, мы можем понимать, то есть, это слово, не установленные лица, но это могут, должны на этом этапе говорить следовательно. Мы же можем пофантазировать, то есть, мы знаем, кто купил участок за 338 тысяч рублей. Это компания XORS. В ней на 70% влияется учителем Ефаркин Леонид Михайлович. Прежде всего, периодом он был советником главы города тогдашнего, господином Быковым. Именно господин Быков явился прямым выгодоприберетателем, по моему мнению, отданной всей схемы. Наравне с, в принципе, и с учителем компании XORS. Ну, в принципе, он же получил прибыль на какую-то свою маржу в 120 минус, в 119 с копейками. Вот и все. Это, безусловно, те люди, которые должны понести наказание в любом случае. Не может быть такого, что безнаказанно такие вещи будут проворачиваться. Ну, это вот, наверное, можно там заканчивать и ждать. Вчера с моим другом Багир Багировичем общался на эту тему. Багир Шариф. Да, то есть, он просил передать в эфире и напомнить, что все тайно становится явным. И он просил передать в эфире даже не для тех, кто сейчас там под следствием находится, а для тех, кто сейчас творят беззаконие возможно где-то. Возможно. Чтобы они тоже подумали и задумались. Спасибо. Про Бентли, что ты говоришь. Спасибо. Спасибо, Багир Багирович. Важное дополнение. Все под Богом ходят, как говорится. Ну, да. Либо в рай, либо в ад. Надо выбирать. Хорошо. Я думаю, что на этой теме мы сейчас в данный момент закончим. Сейчас у нас будет небольшая пауза и после нее еще одна очень важная для Виталия тема. Из-под варь важная, тоже очень скандальная. Это связано все с деятельностью автотранспортного предприятия. Городские автобусы, пассажирский транспорт после полутораминутного перерыва. И там тоже Быков. Он нас преследует. Поехали дальше. Общественный деятель Виталий Брама, его особое мнение. Ну, держитесь. На протяжении нескольких лет предприятие проедало активы города и никто, никто никогда этот вопрос не поднимал. Это слова, я цитирую, главы города Елены Ковалевой, обращенные в адрес автотранспортного предприятия. Минус 400 миллионов за несколько лет. Это выводы о деятельности АТП контрольной контрольной счетной палаты города Кирова. В общем, все вводные у тебя, Виталий, есть? Исходя из того, что мало времени, очень много всего. Тебе сейчас выговорится, надо это понимать. Очень много всего. Очень просто. Тот же человек, Владимир Васильевич Быков, имел всю власть на муниципальные предприятия, будь то АТП, будь то Калининского района, будь то другие мупы, ГДМС, все прочие вещи. Безусловно, зная и понимая уже сейчас, в принципе, все понимают, все знают весь город, страсть и любовь этого человека к деньгам, он пытался, видимо, по всей видимости, высушить эти предприятия, выжать оттуда деньги. Лить можно было, печать, топливо на это зарабатывать, запчасти странно покупать, на это там зарабатывать, кредиты брать невыгодные в дружественных процентах, в банке, который, в принципе, очень тесно связан с этой всей городской сворой власти, которая была Барабан-Флыном, который я сейчас. Можно было закупать товары без размещения на сайте госзакупок, можно было выстраивать интересное взаимоподвижение субподрядчиками. Я же напомню, что более 50% всех автобусов, всех маршрутов это субподрядчики. То есть, ОТП свои автобусы, муниципальные, про это еще, наверное, скажем, и субподрядчики. Вот, собственно, и все. Так много, очень долго продолжают. Можно говорить про ленецкую правильную компанию, которые неоднократно говорят, какие-то схемы, праворачивающиеся прочее, деньги, в том числе, выводят со странным образом. Основным учредителем, который является ОТП. Правильно я вспоминаю? 2% и 95% вот там две компании, одна в банкротстве, вторая в посидимости, скажу, скоро будет там же, видимо, одной ногой там. Ну, вот это, если мягко. Мы видим, то, что из пресс-релиза КСП, то, что Дубровин, господин, там, выписывал какие-то премии золотые парашюты, беззаконно получал. Эксайз, директор ОТП напоминает. Мне хотелось, чтобы он на этом золотом парашюте на своем прилетел прямиком в СИЗО, как бы. Вот ему там, туда дорога. Кстати, мы помним все про это дело с пищевым топливом, полтора, два года уже прошло, то есть, где там зам его сидит где-то по домашним арестам. Где? Кто сидит еще раз? Зам. Зам Дубровин. Зам Бубровин. Зам Бубровин. Зам Бубровин. Зам Бубровин. Зам Бубровин. Зам Бубровин. Это один из там родственников, одного из депутатов городской дома, который выходил в совет вставать директоров. Вот такая история. Ну вот, так вот ждем, ждем, также ждем, то есть, мы видим, вот, госпожа Ковалева сказала, что никто про это не говорил. Говорили? Два года мы кричали во все, в СМИ подключали благосферу, интернет, СМИ, много людей, тысячи людей про это слышали и знали и в органах. Мы постоянно поднимали этот вопрос. Дела уголовно открытые. Почему администрация города не поднимала тему в свое время, когда там был быков, понятно почему, потому что там выгода при быков. Вот и все. Как сказал Денис Ярокин, депутат Росходова в этой студии, там какая-то ОПГ сложилась. Ну, я полностью поддерживаю. Он предположил, да. Я предполагаю тоже. Предполагаю. Лишь предположение. То есть, там подадут, скажут, кивита, кивита, ну, пускай. Уже были такие. Вот, собственно, ну, что я хотел сказать. Ты говорил еще про автобусы. Тоже, когда ты сказал про автобусы, про МАЗы, я стал вспоминать, какие еще автобусы закупались все время. Подождите, давай сейчас, чтобы не перескакивать, чтобы слушателям было понятно, да. Просто в довес к этой теме, к теме АТП и этого золотого парашюта и убытка 400-миллионного я хотел все-таки присоокупить вопрос свежий буквально вчера, да, появилась информация о том, что нынешний глава администрации Илья Шульдинов III встречался с представителями Минского автомобильного завода. И, как сказал Елия Вячеславович, было бы хорошо, если бы город сумел закупить свежие вот эти минские автобусы. 100 автобусов вместимостью порядка 30 человек и 50, больше местных, до 100 человек. Вот я посчитал, я накануне нашел сайт одного из дилеров Минского автомобильного, автобусного, наверное, все-таки завода. 30-ти местный автобус стоит минимум 5 миллионов рублей, 100 местный минимум 7 миллионов, в общем, где-то на миллиард получается. Ну, мы же понимаем, что... Но это, естественно, не одномоментно, а в течение нескольких лет. Лизинг, если прочее, можно на довольно выгодных условиях. Вот просто нет, просто знаю эту тему, вот предыдущую, в смысле, тему, вот эти предполагаемые махинации. Скажи, МАЗы уже закупали? 2000? Боже упаси, боже упаси вообще связываться с этими автобусами. 2013 году МАЗы закупали и закупал, вы не поверите, насколько мне известно, сын главы города поставлял, даже был дилером, и дилерство это закрыл после поставки. Можно поподробнее. Вот такая история. Подробности мне пока не расписывал и очень поподробнее. Но люди говорят, что это сын главы города был причастен к поставке автобусов в МАЗ в 2013 году. Там порядка 20 автобусов, там тоже миллионы, миллионы, миллионы. Но, опять же, если мы вернемся к то, что сейчас обсуждается про МАЗы, ну, насколько мне известно, из общения с теми, кто занимается обслуживанием такой техники подобной, но МАЗы не совсем выгодны и довольно дороги на самом деле, в том числе и в обслуживании и в закупе своем. То есть, есть отличные ЛЯЗы, наши, наши русские ЛЯЗы. Давайте обратимся к ним. Есть отличные новые ПАЗики, кстати. Просто ПАЗики как-то уже многим поднадоели. Вектор НЕКС. Вот смотри, к примеру, я поставил. Отличный ПАЗ. Ну, это тоже Павловский автобусный завод, да? Да, но он входит в эту группу, где РЯЗ, русский автобус, по-моему, все прочее. Ну, я думаю, что просто переговоры проводить нужно и с МАЗом, и с ЛЯЗом, искать более выгодные условия, посмотреть на реальность, то есть, если у МАЗов здесь нету дилерства, то есть, нету возможности, в том числе, и обслуживания, возникнет какие-то сложности, то есть, ну, может быть, стоит оценить, переоценить, то есть, опять же, я думаю, что новое рекордство АТП, которое сейчас у нас уже там есть, вместо Дубровина и всей этой команды, оценит полноценно вот все возможные предложения, то есть, и все возможные выходы. В том числе, мы же понимаем, что ты сказал там, сумма под ярд, да? Мы же понимаем, что АТП, как мы читаем из отчета КСП, у нее патовая ситуация финансовая, она вся заложена, перезаложена по несколько раз в долгах, не может исполнять свои прямые платежи, которые сейчас там текущие, необходимо совершать даже, доходит до этого. То есть, подняет ли она покупку новых автобусов в таком количестве? Ну, и в то же время, мы понимаем, что под АТП работает много субподрядчиков. На самом деле, если вот в субподрядчиках посмотреть, покопаться, исключить оттуда друзей Дубровина, а там и такие есть, привилегированные, между прочим, на пыхтящих пазиках, самых пыхтящих, там порядка девяти подрядчиков работает. Вот если посмотреть и сказать, ребята, а давайте вы купите себе новый автобус, мы это пропишем в договорчике, что автобус должен быть не старше 5-10 лет, условно. Не-не-не, это уже старый. Ну, года, не суть, 5 лет автобуса это нормальный автобус, вполне нормальный. В столицах такие автобусы уже списываются. Пусть будут новые, ну, это все обсуждаемо, я взял как предположение, и переложить на это на их плечи. Тем более, в следующем году заканчивается вот эта система маршрутная, которая была разыграна между АТП и АТХ, два таких, там, круглых попередельных. То есть речь идет о том, и угроза завершает. Да, то есть, может быть, стоит подумать о разбивке этих маршрутов, чтобы был доступ у этих более маленьких компаний, которые работают на субботрове. Они же работают, их выдаивают, доят, там, там, БТП, Даньск, их просили, сколько мне известно, довольно крупные, с каждого автобуса ежемесячно. Ну, может быть, выстроить вот это вот, про что говорит на президента, развивайте конкуренцию, все ваши мупы, гупы и все прочее, это брехня. Президент говорит официально письма правительству РФ, развивайте конкуренцию, дайте доступ. Ну, там Путин говорил, развели свои мупики. Ну, так это же и есть, вот это же правитель говорит, но это не значит, что мупы и гупы это совсем плохо, да, ну, давайте развивайте конкуренцию, и я думаю, эти люди, нормальные подрядчики, честные, которые хотят работать на нормальных условиях, на жестких условиях, они будут работать, кто не хочет, они уйдут, вот и все. Перебираем уже, Виталий, немножко по времени, гости Виталий Брам с своим особым мнением сегодня заканчиваю. Верим, надеемся, молимся, мы, в общем, все делаем. Это мы по поводу первой темы? По поводу всего. А, всего. Хорошо. Приходите сегодня в 5 часов в Трифах Мастырь. До свидания, всего доброго. За обладательное свидетельщее, помолюсь всего. До свидания.